Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня завтрак. Я только что встала и решила для вас снять завтрак из того, что у нас есть. Приготовила сырники, их я приготовила сама. Яичницу. Мама сделала обалденное варенье из груши, которое мы привезли из деревни. Поэтому будем пробовать впервые. Здесь сгущенка. Также данон с персиком. С персиком, кстати, я не очень люблю, но ничего. Обычно я люблю с клубничкой. Вот такой вот он. Знаете, как надо. Берете сырники. Их я, кстати, приготовила слишком крупными. Обычно сырники делают помельче. Но у меня так получилось. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которых было достаточно много. Еле-еле у меня проходят ожоги. Уже не болит. Но я намучилась. Прям конкретно намучилась. Сегодня очень важный день. В мою квартиру заезжают новые люди. Наконец-то. Как я нашла этих людей, как вы думаете? Девушка моя подписчица. Она мне написала в инстаграм. Я ей ответила. Мы с ней договорились. Встретились, посмотрели квартиру. Очень мне она понравилась. Она даже предлагает снять совместный мук-банк. Она даже без мужа посмотрела квартиру. Сразу дала задаток. Потом они приехали с мужем. И вот сегодня они уже переезжают окончательно. Давно мне надо было что-то такое измутить. Мне просто в дарректе писали люди, что хотим снять квартиру и так далее. Я просто думала, что, возможно, какие-то несерьезные люди там просто поприкалываются и так далее. То есть не воспринимала, если честно, эти сообщения всерьез. А тут я ответила. Встретились, она посмотрела. И вот буквально на следующий день переезжают. Правда, она сразу сказала, что они переезжают где-то на 4-5 месяцев. У них просто в своей квартире ремонт. То есть годами снимать квартиру они у меня не будут. Об этом можно говорить. Она сказала, что можете даже на видео сказать. Как я поняла, чтобы не сидеть в пыли, на самом деле очень сложно жить в квартире, в которой ты делаешь ремонт. Даже если поочередно ты делаешь в каждой комнате. У нас был такой опыт, когда мы жили в Саратове. Мы жили в этом доме и там же делали ремонт. Это, конечно, был ужас какой-то. Просто столько пыли. Сколько не убирай, все равно дофига пыли. Вообще, я считаю, что эти проблемы с квартиросъемщиками это мелочи по сравнению с тем, что твоя квартира растет в цене. И плюс ты получаешь каждый месяц деньги, как чью-то зарплату. Как будто ты параллельно еще где-то подрабатываешь. Иногда просто я перекручиваю в голове у себя. А что, если бы у меня было бы две квартиры? Мне для счастья много не надо. То есть я не гонюсь там за брендовыми сумками, там, не знаю, за супердорогой косметикой. Мне как бы от этого не холодно, не горячо. Но я просто иногда перекручиваю себя в голове. Если бы у меня было бы две квартиры, я бы могла вообще ничего не делать до конца своей жизни. Просто их сдавать и жить на эти деньги. Ни на кого не работать. Это же круто, согласитесь. Даже три не надо. Две достаточно. Для меня. Если бы у меня там муж еще будет. Просто пойдя куда-то работать. Ну, на обычную какую-то работу, да. Я заработаю плюс-минус столько, сколько бы получилось аренды двух квартир. Вот так. Вот так. После поездки в деревню, казалось бы, что мы там делали. У меня прям заряд, заряд энергии. Хочется прям снимать каждый день по несколько видео. Опубликовывать. Просто море энергии. Сказала Айка, что не любит данон, творожный, перчик и абрикос. Но все село. Нармин задает вопрос. Нармин, тебе огромный привет. Айка, ты перестала ходить в спортзал. Больше не говоришь об этом. И видео тоже оттуда мы не видим. Нет, моя хорошая, в спортзал я хожу. Даже больше вам скажу. Ко мне еще присоединилась Первана. Теперь мы будем ходить со следующей среды, получается, вместе. Со следующей средой. И еще я выбила нам скидку в 5%. Я позвонила туда и сказала, говорю, если мы будем с подругой, говорю, ходить вместе, будет ли нам какая-то скидка? Они сказали нет. Я сказала, какие акции у вас там есть? Они сказали, только для членов одной семьи. Она такая, идеально. Я говорю, мы члены одной семьи. Она говорит, у вас одинаковые фамилии, а у нас не одинаковые. Я говорю, да, просто я вышла замуж. И, в общем, кое-как выбила нам скидку в 5%. Еще я теперь поменяла время. Чтобы Перване тоже было удобно. И удобно, когда муж уже приходит домой, чтобы он мог посмотреть за ребенком. И мы решили идти вечером. А вечером почему-то зал дороже, чем днем. Но мне тоже, если честно, вечером будет удобнее. Меня еще спрашивали насчет того, что как мне без тренера в спортзале? Жалею ли я о том, что я отказалась от тренера? Скажу честно, абсолютно не жалею. Я сама прекрасно чувствую свое тело. Например, раньше я на беговой дорожке бегала 10 минут, и у меня уже кружилась голова. Потом я бегала 15 минут. И мне было норм. Потом 20. Сейчас я бегаю 30 минут, и мне норм. Скорость я потихоньку увеличиваю. То есть я сама чувствую, сколько мне надо. Сколько я смогу пробежать. Почему я во влогах не показывала? Ну просто там происходит плюс-минус одно и то же. Я подумала, вам не будет интересно, поэтому не снимала эти моменты в жизни. Но скоро, когда мы будем тренироваться уже с Парваной, я обязательно вам засниму, если вам интересно, конечно же. У меня, по-моему, три влога были со спортзала. Я подумала больше, что снимать. Но мне кажется, будет намного веселее ходить вместе с Парваной. Я предлагала и маме тоже. Там если три человека идут вместе, то там скидка 10%. Я маме говорю, давай ты тоже с нами. Мама говорит, я не хочу. Я говорю, просто на беговой дорожке будешь бегать. Даже не бегать, просто ходить. Мама говорит, вы едите. Я еще подумаю. Надеюсь, что мама тоже в конце решится, и мы все вместе будем ходить на спорт. Вот элементарно просто вам пример привожу. Раньше, когда я поднималась на восьмой этаж без лифта, да, по лестнице, у меня была такая дышка просто, как у пожилого мужчины. А сейчас я поднимаюсь и ничего. Элементарно в интернете куча видео просто. Опять же, каждый человек сам решает для себя. Я никого не отговариваю. Мне, например, один месяц хватило. Когда я с тренером, наоборот, я больше сачкую, чем я сама предоставлю на себе. Тренер порой дает такие нагрузки, после которых ты другие упражнения уже не можешь делать. Поэтому я довольна. Все отлично. Теперь будем сперва находить. Будем снимать для вас оттуда влоги. То есть, если я об этом не говорю, это не значит, что я забросила спорт. Я хожу, мне все нравится и вам советую. На этом все, мои хорошие. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока!